Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Наконец-таки у нас на протяжении двух дней ничего не выходило. Сегодня мы записываем новый игровой видеоролик. Поэтому, если вам нравятся данные видеоролики, если вы хотите, чтобы они выходили как можно чаще, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. И как только на данном видеоролике набирается 100 лайков, я записываю следующий видос. Если сегодня набираем, завтра, значит, видеоролик у нас уже следующий выходит. Ну и также, друзья, не забываем писать в комментариях вооружение, на котором вы хотели бы, чтобы я записал следующий видеоролик. По многочисленным просьбам сегодня у нас будет видеоролик на Hornet'a Ricochet'е. На Ricochet'е с устройством Berser, который дает перезарядку нашего фулл-баллона после того, как мы уничтожаем противника. Довольно-таки интересное устройство. В свое время данное устройство я тестил, как только-только покупал. И в какой-то степени оно имеет смысл быть. Да, оно крутое, нагибаторское. И посмотрим вообще, что сегодня я смогу показать с данным устройством. В матчмейкинговых боях сыграем пару-тройку каток. И хотелось бы вам еще задать один дополнительный вопрос в комментариях. Напишите, пожалуйста, насколько по длительности вы бы хотели бы смотреть видеоролики. Потому что я уже моментами начал немножко заигрываться в этих боях. Там уже видосы выходят по 25, чуть ли там не по полчаса. И напишите просто, мне вот интересно, вот как вы считаете, насколько долгие по продолжительности должны быть вообще видеоролики. Так, что у меня по вооружению? Все в принципе одето. Hornet'a Ricochet'е есть. Голос у меня немножко подсел, друзья. Если что, извиняйте. Возможно, та же чуть-чуть буду еще там покашливать. Но постараюсь сильно вам на уши не действовать. И отправляемся уже в матчмейкинг. Сыграем сегодня по заданочкам два боя контроля точек. И я думаю, что сыграем еще катку в захвате флага, дабы посмотреть на данное вооружение в двух форматах. При том раскладе то, что раньше, если я не ошибаюсь, данный рикошет с этим устройством я тестировал в формате ДМа. И в ДМке реально очень жестко можно играть на этом рикошете. При том раскладе то, что вы можете постоянно уничтожать противника. Баллон у вас всегда фуловый. И просто контролите там зоны какие-то определенные и фармите нереально большое количество киллов. Поэтому давайте я сегодня, наверное, поиграю больше на вражеских респах, в захвате флага, в контроле точек. Потому что мне нужно уничтожать противника постоянно, дабы у меня фулл баллон всегда был. И пока что, в принципе, даже складывается все довольно-таки неплохо. За исключением того, что меня сейчас довольно быстро нагнули. Три килла я уже свои сделал. В принципе, в принципе, что можно было бы добавить, друзья? Если на этом рикошете ты будешь стабильно набивать, ну, по киллу за, например, два-три танка, которые мимо тебя едут, да, и даже несмотря на то, что ты там одного танка не заберешь, или какой-нибудь там танк у тебя, вот, например, как сейчас у меня скрысят. Здесь баллон довольно-таки большой, да, и при всем этом раскладе я могу сказать то, что, ну, шанс того, что ты со своего фулл баллона, я не знаю, сколько здесь шариков рикошета, не сможешь забрать танк. Ну, это странно даже в какой-то степени, довольно-таки легко все дело делается. Но если у вас крысят фраги, да, может сыграть стоит в каких-то определенных моментах чуть-чуть поаккуратней, дабы на верочку уже забирать противника, и чтобы баллон у вас всегда был фулловый. По идее, можно играть всегда с фулл баллоном, и при этом отлично контролировать определенные позиции на карте. Пока что складывается катка довольно-таки неплохо, 9 киллов я уже наколотил, при том раскладе то, что резистов от рикошета особо в катке нету, все выглядит довольно-таки неплохо, и прям при всем этом раскладе было бы неплохо, если бы я бы еще бы сумел бы овердрайвы прожимать где-то возле вражеского респа, чтобы там можно было крутить, ну, и приносить, конечно, максимальную пользу в катках, потому что мы не забываем, главное в наших боях, это что? Это первое место, это победа в битве. Ну и сейчас уже у нас тоже в игре новый челлендж начался, супер нагибаторский двойной челлендж, я очень много уже высказывался по этому поводу, хейтил всю эту темочку, и, возможно, в скором времени выйдет еще видеоролик по этому поводу, потому что мне есть что сказать, я очень сильно недоволен с этим всем делом, ну, а так как у меня, в принципе, на боевой пропуск в этом челлендже еще хватает, поэтому я думаю, что звездочки мы наколотим, при этом раскладе, то, что набить-то тут всего лишь-то надо тысячу. Я вчера на стриме, грубо говоря, уже сотку набил на... вообще налегке, абсолютно. То есть я особо даже не потел, просто там катал какие-то каточки, и все в этом плане довольно-таки легко набивалось. Ну ладно, давайте уже к бою ближе, 4 минуты у нас остается до конца, надо уже включаться потихоньку, я смотрю, что противник начинает забирать у нас точки, и что касаемо моего рикошета, то здесь, наверное, все намного проще выглядит, чем на любой другой пушке. Баллон у меня еще... ну, я не сталкивался на протяжении данного боя с проблемой, то, что у меня баллона нет. Все в этом плане довольно-таки неплохо. Ну и надо немножко контрить какие-то определенные зоны. Надо сейчас определиться, где мне больше надо сделать акцент. Наверное, на левую зону, потому что я смотрю, что левую зону постоянно передавливают, и в этом плане будет неплохо, если бы я вот сейчас здесь у повердрайв прожму, и главное, чтобы я на респ здесь не ушел. Если я на респ не выду, то все будет шикарно. Да, и сейчас сместимся на центр, потому что там у хантера не было овера. Нормально, собираем. Ну и едем дальше. Едем дальше, еще овердрайв есть. Нужно еще покидать. Отлично. Шикарно просто, шикарно. Пока все складывается довольно-таки неплохо, по моему опыту, но вот по точкам уже по тихой грусти начинается просадка. Это не есть хорошо. Определенно. Надо врываться, надо пытаться забирать уже точечки. Здесь рикошеты забрали. Вот, похоже, я впервые сейчас столкнусь с тем, что у меня не будет баллона. Здесь изида... А хотя нет, наверное. Все должно быть нормально. Должен забирать эту соску. Должен, 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 должен. Он на птичку жмет. О-о-о, это все. Хорошо, хоть меня здесь нарез подправили, а то если бы я нарез не ушел, это был бы вообще полнейший провал. У меня баллона не осталось. Там еще так жестко. Нарку прожимают на гибаторы. У меня получилось довольно-таки печальная ситуация, если честно. Килы идут. Килы идут. Точку противники забирают одну за другую. О, кстати. Мой друг играет с нами в катках. Артур Маргаран. Это один из самых лучших игроков по рубрике легендарных игроков танков онлайн. Если вы помните такие рубрики, друзья, то обязательно напишите по этому поводу в комментариях и поставьте лайк. Это достойная темочка, когда ты видишь Артура Маргарана и когда ты знаешь, кто это такой. Это жестко. Это определенно жестко. Артурчик Маргаран это один из лучших игроководов вообще в танковом нагибаторском проекте. Полторы минутки остается у нас до конца. Кто понял, о чем я тот? Тот шарит. Тот определенно шарит. Кстати, а что у него вообще по опыту? 1.11 он неплохо идет. Хотя бы 200 где-то опыта наколотил. Ничего себе. Жесткий. Жесткий. 600 очков я уже набил. Неплохо. 600 очков для Хора Рика за 6 минут. Но это выглядит достойно. Определенно это выглядит достойно. У нас тоже есть какой-то нагибатор. Он уже 13 килов у него, правда. Может быть он на Диктаторе играет. Я не знаю, как он тут 500 очку наколотил. Но выглядит это максимально круто. 40 секунд до конца. 10.7 мы ведем. Нужно отдать сейчас предпочтение, я думаю, что точкам, сыграть до конца на определенной левой зоне. Подконтрить две точки я точно смогу. И можно было бы даже, наверное, сейчас еще овер заюзать. Времени у меня хватает. Контроль левый имеется. Арта респанулась. Главное, чтобы он овер не прожил. Отлично. Отлично. Шикарно. Нагибаторский. Так, это есть. Центр у нас забирают. Хорошо. Центр. Ничего страшного. Времени мало. Рикошетом добиваем. Одного, второго, третьего, пятого, десятого. Неплохо. Семьсоточка. 33 килла. Вообще налегке 33 килла. Неплохо. Неплохо показал себя здесь рикошет в первой катке. Да, это, ну, такое, наверное, вооружение, где с харьком, с овердрайвом ты наносишь нереальнейшее большое количество урона по противнику. И при всем этом нагибаторском раскладике ты еще и забираешь противника довольно-таки неплохо. Поэтому выглядит все довольно-таки сочно в этом плане. Я вижу одного нагибатора против, который получил у нас ветеранчика вчера. Артемочка наш нагибаторский. Уже тут что-то в тунчиках он лунчиках он делает. Ничего себе странно. Что это он тут делает? Ну ладно. Не будем сейчас обращать на него внимание. Я думаю, что сейчас меня нагибатор будет контрить немножко. Но ничего страшного. Давайте просто делать то, что нам нужно сделать. Это победа, первое место. Акцент. Блин, ну вот зачем вот он забрал у меня 2 или 3 фрага? Ну для чего ты это сделал, молодой? Молодой, для чего ты это сделал? Объясни мне, пожалуйста. Ну вот зачем ты это сделал? Просто сбил мне баллон. Я не добил свой фраг. Хорошо, хоть у меня баллон там отрегенился. В этом плане все четко. Но в общем и целом, конечно, было печальненько, когда ты так не забираешь киллы. И это один, наверное, из минусов рикошета. Это то, что тебе надо чуть более внимательно накидывать урон в те самые моменты, когда противник в какой-то степени начинает контрить твои действия. А так, можно спокойнейшим образом настреливать, ни в чем себе не отказывая. И при этом зарабатывать довольно большое количество опыта вообще без особых проблем. Ну и катка тоже неплохо складывается уже. Сначала положено. Респик можно поконтрить на таком вооружении. Наверное, я этим сейчас и займусь. 8 на 1 иду. Просто тотальное уничтожение какое-то у нас сегодня получается. Мне это, конечно, не может не радовать. При том, что еще и Артурчик против попался. С Артемкой катает. В одной командочке. Хочу так отрикошетить от стеночки, а в итоге получается как-то не совсем круто. Кстати, я не видел до сих пор этого ветерана. Где ветеран? Вы видели ветерана на протяжении этой катки? Я нет. Блин, надо фраг забрать было. Там на нулях вообще титан остался. Вообще на 0 хп. Так, давайте низ поконтрим сейчас быстро. Быстро нижний ярус законтрим. И давайте попробуем... А, и овера нету. 92 процента. Сейчас бы овердрайв по мне. Было бы просто шикарно. Я бы ворвался бы. Данные два танчика забрал бы налегке. Давай, давай, давай. Отлично. Шикарно. Плюс 2. И можно дальше. Можно дальше. Тиммейти заберут. Отлично. Там уже подъехали ребята. Я пошел за Артуром Маргаранчиком. Артура забрал. Плюс еще один фражочек хотя бы сделать с овердрайвом. Нормально. Плохо. Отлично. Блин, я честно не понимаю данного игрока. Вот хоть убей. Но я не пойму никогда этого Артура. Ну, играет парень. Играет, все его устраивает, все ему нравится. Прикольно, конечно. Прикольно, определенно. Смотреть на данного игрока. 14 киллов. Довольно неплохо идет. Довольно-таки неплохо все складывается. Катку, правда, потихоньку начинаем проигрывать. Смотрю, что там уже точку контрят. И это не есть хорошо, безусловно. Ой-ой-ой. Засмотрел себе что-то. Перенакидывал урона. Добро было сыграть более сливованное, наверное, в какой-то степени. Ну, ладно. Ах, ты ж божь, ты мой. Включил я овердрайв, значит. А тут мне добрый вечер, говорит один молодой человек. И контрит меня с такой же силой нагибаторской. Ну, понятное дело, ветеран проекта, все дела. У него там руки прямые, все дела. Он нагибает жестко. Чуть-чуть не дотянулся, правда. Ничего страшного. Чуть-чуть ему просто не повезло. Ну и катка становится принципиальной, друзья. Тут уже, как говорится, бой на ветеран. Бой на ветеран определенно. Надо выигрывать. Я не хочу проиграть эту катку. Давайте мы отправимся забирать точку. А, у меня уже крит ошибка. Я уже купол не вижу. Прикольно. Не, вот за что я люблю танки, это, ну, вот за стабильность. Стабильность, она вот, вот она превыше всего, друзья. Когда все стабильно, это круто. Определенно. Это круто. Когда все стабильно, это круто. Блин, еще и овердр на меня так очень неприятно сейчас прожали. Ну, ладно. Я все-таки надеюсь на то, что сейчас наша команда соберется. По сути, две минутки еще у нас есть. И надо забирать. Надо определенно забирать все реально. Главное сейчас, чтобы Хантер не доезжал. И отправляться на давление правой зоны. Наверное, она сейчас будет более... Да, более актуально. Все правильно я сделал. Как раз там человек хотел ее забирать, эту точку. Смещение. Это хорошо. Но, правда, у нас уже аточка уходит. С нашего контроля. Это уже не есть хорошо. Блин, ну, мне надо хотя бы одного забрать. О, есть баллон. Восстановлен. Еще в ДДшечка. В этом моментике бы у меня появилось, было бы просто шикарно. Ну, 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 ну. Ну, добить. Ноль. Ну ладно, меня все равно забрали. Поэтому ничего страшного в этом нету. Есть только у нас одна проблема, друзья. За то, что мы проигрываем катку. Это определенная проблема. Одна минута до конца. А с каткой у нас определенно все очень и очень плохо. А, этот ингибатор залагал? Просто я его слил, мне так показалось. Что был плюс килл. А в итоге получилось так, что... Похоже, плюс килл превратился в что-то непонятное. Ну ладно. Ну ладно, ничего страшного, ничего страшного. Давайте, друзья, нам на и точки забирать. Нам на и точки контролировать. Давайте. 28 секунд, друзья. Надо выигрывать. Надо выигрывать. Определенно надо выигрывать. 25 сек. Контроль левой зоны. Определенно. Контролим. Шот четко. Все четко. Здесь классно. Контроль, контроль, контроль. Максимальный контроль. У меня тут уже 25 крит ошибок, я так понимаю, в этой катке. Потому что тут уже не понимаю, что происходит. Но точки контролируются, 9 секунд Две точки под контролем, надо выигрывать Надо выигрывать, надо что, правая не ушла, правая не ушла Ах, правая точка Уходит за 2 секунды до конца И мы проигрываем катку При том, что у меня крит ошибка Но да, но ничего страшного Ничего страшного, она довольно-таки Такая минимальная катка, при том рассказать То, что против-то играл у нас ветеранчик Проекта, нагибатор Один нагибаторский жесткий игрок Поэтому, в принципе, давайте я сейчас обновлюсь Потому что крит ошибка была Там ничего плохого, я думаю, что нету Ну и теперь сыграем в захвате флага Еще одну дополнительную Нагибаторскую каточку В двух катках Рикошет тебя максимально четко показал Забрал 2 первых места На вообще, на просто, на таком легке Конечно, все это С дроном, да Потому что вы будете говорить, что Рикошет, это ты ничего не нагибал Защитник там все дал тебе Овердрайв харька Но В данной комплектации Рикошет в таких боях В контроле точек Он максимально эффективный Я вам это Ну вот со стопроцентной уверенностью Могу сказать И его стоит использовать Безусловно На таких средних картах Как год 2042 Даже в какой-то степени Это маленькая, я бы, наверное, сказал Карточка И на ней Такие моменты реализуются Максимально просто С такой пушкой С таким устройством При том раскладе То, что ты можешь контрить Вражеский рез В контроле точек Именно от чего Правильно От гауса Ну это просто Лаки тайминг Я бы сказал Сейчас было Опасно, если честно В какой-то степени Ну и команда у нас Опять какая-то жесткая Противник просто катается По нашей базе Доминирует Нагибает Мне было бы неплохо Если бы наш какой-нибудь Чаский мейт флаг подобрал Но похоже Я сделал зря эту скидку Надо было уходить в размен Опять этот матчмейкинг Преподносит мне сюрпризы Ну ладно Ничего страшного 0-1 уже есть Давайте попытаемся Что-то здесь сделать Надеемся на то Что наша команда Будет сейчас вытаскивать Вражеские флаги И при всем этом раскладе Я буду делать сейчас Акцент на левую зону Потому что я уже Отлично понимаю Что с увозами У нашей команды Должно все получаться А вот что касаемо Дефа То здесь явно Имеется пробел И с ним нужно Помогать Контрить левую зону Ну и стараться Как-то дефать свой флаг 1-1 сделали Это неплохо И давайте я попробую Поиграть от левой зоны Давайте я попробую Поиграть с левой зоны Хоре жига Меня просто сметает Как пушинку какую-то С овердрайвом В этом вообще Нет ничего удивительного Это дефолтная Наверное ситуация Не стоит даже Обращать на это внимание Стоит просто сейчас Предотвратить Увоз данного флага Но Меня К сожалению Довольно быстро Уносят нарез Наши тиммейты Там успевают Или нет Ну Чисто в теории Они конечно успевали Ну Ситуация Складывается Не лучшим образом Сейчас для меня И моей команды И В какой-то степени Нужно сейчас Пытаться Перемещаться В левую зону Я не знаю Как мне это делать Я не знаю Как это выигрывать Но Давайте сейчас Поедем Под Максимально Короткой траектории Флаг опять уходит И главное Сейчас в яму Не упасть Джига в спине Овердрайв Прожимаю Надеюсь не сольет Отлично выжил И Возврат 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 Шикарно Просто бомба 0 хп 0 хп Только не получить Есть Доставка есть Но это было максимально Сложно если честно Здесь Наверное Вовремя Сориентировался В прожатии Овердрайва Понял что Если я не прожму Его в данном Эпизоде То В тот момент Я бы Явно не завершил В свою пользу Немножко везения Немножко правильных действий И 2-2 Уже у нас имеется Я В какой то степени Хоронил Эту катку Но сейчас я понимаю Что за нее Можно цепляться И главное Что нам нужно делать Это контрить левую зону Сейчас противник Явно там не успевает Наша Тиммейта Хп довольно таки мало Давайте я подстрахую Давайте подстрахую Хорошо там ничего не прилетело Не дотянулся молот Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Жига Нет-нет-нет Друг ты мой хороший Я понимаю Что ты с овером Что ты такой же крутой Нагибатор Потому что ты хочешь В упор на меня заехать Начать расстреливать Но Извини друг Просто сегодня Не твой день И 3-2 Мы уже ведем Это очень хорошо Главное Сейчас этот флаг Не потерять И жига Уже тут заходит Жига заходит Мне ну ничем Не помогает И нужно сейчас Попытаться вернуть Здесь флаг У меня правда ДДшки нету Но есть отличный Тиммейт Который врывается Наносит урон И Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Супер возврат Доставка будет? Доставка есть Шикарно Просто Шикарно Все у нас складывается Минута 30 Мы начинали катку с 0-2 Если я не ошибаюсь И Сейчас уже Ее выиграем 4-2 Это очень хорошо Очень хороший результат И нужно просто Заканчивать Просто заканчивать С этой каткой При том раскладе То что Времени Еще много И можно даже Сделать в какой-то степени Досрочку Этой каточки И Завершить На такой Позитивной Отличной ноте Почему нет Почему не сделать Досрочку Хоть и не такую Быструю Но Реализовать Досрочку На кунгуре С Не самым лучшим Подбором Игроков Я считаю Что это Довольно Неплохая вещь Главное Чтобы я сейчас Не ушел Здесь нарезку Молот 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 Нет Молот Нет Отлично У меня нет ХП У меня нет ХП У меня нет ХП Но Я успеваю Есть Шикарно Просто бомба Вот такие Три каточки У нас сегодня Получились Что касаемо Рикошета Я могу Лишь сказать Если у вас Нету Это устройство И у вас Есть кристаллы Я думаю Что у многих Они есть Прикупите его Попробуйте На рикошете Поиграть С данным устройством Поиграть Можно так сказать С постоянным Фулл баллоном Контрите Вражеские Респы Поиграйте Также С харьком Если вам Нравится Данный корпус То есть Хорнет Рикошет Можно конечно Рикошет Данный Использовать И в других Комплектациях Но на харьке Он В какой-то степени Принесет вам Максимальный Импакт В бою И Поможет Выиграть Вам Не только Поможет Набрать Вам Большое Количество Очков Но и Выиграть Определенно Бой Вот такой Видеоролик У нас сегодня Друзья Получился Если вам Понравился Обязательно Не забывайте Прожимать Лайк Подписываться На канал Нажимать На колокольчик Дабы Не пропускать Новые Видеоролики Ну а с вами был Мистер Ванька Всем спасибо За просмотр Всем удачи И всем Пока